Немного об интерпретации формул. Главная идея формулы – это в том, чтобы связать какую-то величину, ну, в данном случае это буква F, с остальными величинами, с какими-то другими, от которых она как бы зависит. Да? В этом главная идея. Теперь, для начала, чтобы интерпретировать любую формулу, я бы разделил вот эти все вещи, которые находятся с правой части формулы, на две части. Это постоянные и переменные. Вот, например, k и ε в данной формуле – это постоянные, то есть штуки, которые не меняются. Это какие-то цифры, которые могут быть, просто коэффициенты. Это просто циферки. И поэтому в интерпретации формулы они пока что, ну, такой, по сути, не несут никакой функции. Главное, что интерпретировать – это связь между переменными, то есть вот этими вещами, и главной переменной, на которую мы смотрим. Как узнать, да, что является переменной, что является непеременной? Ну, это частично опыт, частично в формулу лапе. Можно тоже там смотреть, там сбоку, мне кажется, здесь вот объяснено все обозначения букв, и можно понять по ним, это переменные или непеременные. теперь нужно, конечно, пытаться понять, что здесь у нас – это заряд первый, заряд второй, и расстояние, не радиус, заметьте, расстояние в квадрате. То есть теперь следующее. Я бы искал зависимости в этой формуле, прямые и обратные. Да, я смотрю, как изменяется f, если я увеличу первый заряд. Да, я допускаю, что сейчас заряды все положительные. Если заряд первый увеличивается, то f тоже увеличивается. Теперь, если я увеличу второй заряд, f тоже увеличивается. Интерпретация, главная идея, что все, что находится сверху в формуле, сверху, оно является собой прямую зависимость. Помните, как мы говорили в этом с графиками? Прямую зависимость. То есть f меняется вместе с зарядом в одну и ту же сторону. Если заряд, конечно, не отрицательный по величине, но про это мы потом поговорим. То есть это один вид зависимости. Они меняются вместе. Увеличиваешь заряд – увеличивается сила. То есть сила пропорциональна, прямо пропорциональна заряду. Теперь все, что находится снизу, например, r в квадрате, я увеличиваю r, а f в это время падает. То есть если я увеличиваю расстояние между зарядами, сила, с которой они воздействуют друг на друга, будет падать. Это логично. И одновременно с этим вот все, что снизу в формуле, показывает обратную связь. То есть увеличивая эту вещь, r в данном случае, f будет уменьшаться. Теперь осталось в формуле интерпретировать степени, или там квадратные корни иногда бывают. Степень означает, что… Вот r в квадрате. Степень означает, что если я увеличу r в два раза, то сила уменьшится в четыре раза. И это все, что этот квадрат обозначает. То есть он показывает неравномерность увеличения силы при увеличении расстояния. То есть я бы интерпретировал формулу по шагам. Сначала отбросил константы. Потом понял бы, от чего сила зависит прямо, то есть от зарядов. Сила зависит напрямую от зарядов. Увеличивая заряд, увеличивается сила. И обратно. То есть увеличивая расстояние, уменьшается сила. Я понял основные вещи, основные направления движения. Теперь осталось понять, насколько сильно увеличивается сила. То есть при увеличении заряда в два раза сила увеличивается тоже в два раза. Это ровная зависимость. А вот с r, с расстоянием, чуть по-другому. Оно, увеличивая расстояние в два раза, сила увеличивается в четыре раза. То есть приближая. Сила уменьшается в четыре раза. То есть здесь неравномерная связь между двумя переменными. И это я тоже понимаю с формулой. То есть формула – это просто язык, на котором физики, объясняют, передают друг другу то, что происходит в природе. Если бы я реально двигал заряды, там, вот у меня один заряд, вот второй. Если я их придвину, я чувствую большую силу. Если я их отодвину, я чувствую меньшую силу. Я могу измерить, насколько эта сила меняется. Но чтобы вот все это не рассказывать каждый раз каждому человеку, они придумали формулу, в которой коротко, как бы зашифровано все вот эти взаимосвязи между зарядами, расстояниями и силой. Вот так примерно я бы интерпретировал формулу. Ну и, кстати, да. Константы я интерпретирую как фактор перевода. То есть вы иногда переводите доллары в евро, да. И чтобы перевести доллары в евро, нужно умножить их на что-нибудь, на какую-нибудь букву К. Ну вот константы, она то же самое. То есть константы – это способ переведения одной как бы, но не валюты, а величины в другую, чтобы там сходились правильно Мервин и Бастан, например, метры в секунду были равны метрам в секунду, а не просто метрам. До этого нужно потом поделить на какую-нибудь константу секунду. Ну, такие штуки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.